Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима и мы продолжаем изучать мы продолжаем изучать Тору сегодня мы находимся в тех же книгах Тора она вечная и Тора она неизменная, Тора это это структура мира мы изучаем сейчас постоянство, есть в Пертеот, в первой главе есть Мишна такая сказал ее Шамай он сказал так он говорит сделай Тору постоянной сделай Тору твою постоянной, так он сказал нам как совет говори мало, а делай много и принимая каждого человека с хорошим прекрасным выражением лица по ним ефот это лица, дословно лицо на иврите говорится не лицо, а лица почему-то говорят это по ним по ним шли лица мои лица нет лица в единственном числе вы говорите, представляете почему потому что у человека нет лица в единственном числе у каждого человека лицо меняется меняется в зависимости от его состояния настроения от того с кем он общается как он общается почему-то нету комментариев нет комментариев или я их не вижу доброе утро шалом шалом ваикра мой видно комментарий а ваше не видно я не вижу ваши комментарии вот Максим видно как дела аль паним аля паним аля паним это как дела вот да Максим подсказал аля паним это дословно ответ переводится как дела у меня аля паним это на лице ты моем видишь как у меня дела аля на лицах но я сейчас хотел подчеркнуть вот этот вот аспект, что на иврите нет слова лицо, есть лица. Так нам Шамай, вилите был мудрец, он сказал сделай Тору свою постоянной. То есть у тебя должно быть изучение Торы, отношение твоей с Торой это как постоянное. Теперь говори мало и делай много. В Торе, Тора она нам дает информацию, дает знания, но эти знания, они должны переходить в действие, в выполнение заповедей. Вабы, михабы, литколи, адам, бессевер, по ним, яфот. Чтобы каждого человека принимай с прекрасным выражением лица, имеется ввиду, что имеется ввиду, что между людьми должны быть добрые, хорошие, веселые отношения. Так что всем доброе утро и прямо надо стараться, чтобы лицо было более доброе. Доброе, веселое лицо. Давайте сделаем добрые лица. Итак, и сегодня мы подошли к законам о злословии. Мы дошли до закона, который говорит, что особо не злословьте о знататии Торы. Значит, в Торе есть разные категории людей. Мы с вами пока не можем входить в категорию знататии Торы. Мы узнаем о Торе любители татии, интересующиеся. Да, вот мы интересуемся, изучаем, слушаем. Это называется интересующийся. Есть такое понятие в Торе, которое называется Талмид Хахам. Ученик-мудрец. Человек, который посвятил свою жизнь изучению Торы, который только этим занимается, он тем самым становится Талмид, ученик. Он принимает на себя на себя вот эту функцию такую, да, такое положение в мире стать постоянным учеником. То есть постоянно изучать. Изучать, впитывать, узнавать, идти кровином ко днем, кровином к другим. То есть постоянно день за днем вейгата байамам валайла трудиться над Торой и днем, и ночью, и посвятить себя полностью. Вот я хожу молиться в Миньян вечером. Я молюсь в Миньяне, в Синагоде, которая называется Ханихей Ешивот. Ханихей Ешивот. Воспитанники Ешив. Там молятся люди, которые целый день учат Тору. И они такие все в шляпах, костюмах, белых рубашечках. И молитва там длится вот Шмунаэстро, это молитва такая главная, да, ну, наверное, минут 15, не меньше, да, когда это каждый молится индивидуально и стоят все такая тишина и все стоят прям погруженные такие молятся Всевышнему. Теперь в другом месте я молюсь, например, Шахарит. Там молятся люди, которые называются вязаные типы, типа 30 минут. Из них вот эта вот часть, которая молитва Амеда, она длится 5 минут. 5, может быть, 7 максимум. То есть, в два раза меньше. Что это значит? То есть, каждый определяет для себя важность и приоритетность в занятии Тором, занятии Торой. То есть, для кого-то это будет время, 5 минут поучусь. Для кого-то это буду учиться днем и ночью и даже 5 минут не отойду от Торы. Значит, тот, кто учит Тору постоянно, называется ученик-мудрец, Талмит Хахам. То есть, он в любом случае, если он постоянно учится, то Тора, она меняет структуру его мозга, она меняет структуру его души, она меняет его структуру и он становится в любом случае Хахам, мудрец. Он знает законы Торы, знает, как все это работает. Теперь, значит, и говорит нам Хафицхаем и Равзелек Плистин в книге «Береди свою речь». Особое, особое есть предостережение не говорить о мудрецах Торы лошон разлое языче. Почему? Потому что тот, кто в Талмуде есть такой, такой пример, что тот, кто унижает знатока Торы, лишается места в будущем мире. То есть, так как знаток Торы, он прикреплен постоянно к Всевышнему, и ты как будто бы, вот как были там царь, были его муштетеры. Ты подходишь к муштетеру, ему говоришь какую-то гадость, ему или о нем. Понятное дело, что царь-то на это обидится. То же самое, мудрец Торы, который все время со Всевышним, как когда Мирьем сказала про Моисея Рабейну, про Моисея, она сказала буквально несколько таких вот слов, чуть-чуть неуважительных, да, сразу Бог говорит, ты что, Мирьем, ты что, Моисея Рабейну, это раб мой, Моисей, ты что, как ты можешь? И у Мирьем были проблемы, несмотря на то, что сама она была великая праведница. Также, также, очень тяжелый грех, когда говорят злоязычие о мудрецах Торы. Особенно, если он действующий раввин или глава Ешивы какой-то, да, то есть кто-то над ним пошутил, кто-то сказал, и ему могут жизнь сломать, и человеку, который слушает, тоже могут жизнь сломать. Например, вот у меня сейчас одна моя знакомая, моего друга, жена, позвонила и говорит, вот я хочу проконсультироваться с тобой, отдавать ли детей в Ешиву, не в Ешиву, в Хедер, у него маленький сын в Хедер, отдавать или нет, и дочек отдавать ли в, значит, в еврейскую школу. Я говорю, конечно, отдавай, конечно, отдавай, главное, чтобы они были добрыми, хорошими людьми. Тора, это как работает жизнь, чтобы они знали, как работает жизнь, каким надо быть человеком, и так далее. И они все время учились, то есть Тора, это постоянное обучение. Дальше, они, когда придет время думать о профессии и так далее, они уже, во-первых, они будут людьми, спокойными, уверенными, добрыми, хорошо относящимися к людям. Во-вторых, они будут любить учиться. и в-третьих, когда уже к этому времени, когда придет, будет понятно, у кого к чему талант, и они за год с помощью быстрой, какой-то специальных репетиторов и так далее, потому что индивидуальное обучение намного сильнее. Они за год в том деле, в котором у них талант, наверняка они очень быстро пройдут всю учебную программу. И она меня услышала. А теперь, если бы ей кто-то сказал, да, вот этот раввин, да, вот эти вот раввины, все они знали этого раввина и так далее. Кто-то бы ей сказал, что нара. То тогда, что бы получилось? Получилось бы, что сломалась жизнь у ее детей. Я вот вчера видел в сообщении, что у одного там актера, еврей, еврей такой, актер, вот типа как Ширвин, ну, чуть-чуть поменьше, но тоже известный. Единственный сын, 26 лет, умер от наркотиков. И он говорит, что? Что я мог ему дать? Говорит, я старался ему дать какое-то там образование, какой-то это, институт, все. Заставил его уйти из спорта, у него был талант к спорту, но я сказал, нет, спорт не для тебя. В итоге, я ему сломал жизнь, он умер от наркотиков. Вот такая вот вещь. То есть, иногда родители, которые пытаются, не умея, не понимая порядок приоритетов, делать хорошо своим детям, на самом деле, приводят их к смерти. Все, теперь, значит, злословие на праведников, это злословие на праведников, на мудрецов Торы, на людей, которые, которые религиозные, такие люди, авторитетные, это очень, вообще, еще страшнее вещь. Теперь, приводится, тут еще один, он приводит пример, но это как раз обратный пример, злословие праведника. И он говорит такую вещь, интересный пример. Он говорит, есть два способа ловить рыбу. Есть способ ловить рыбу с сетью, когда полностью с сетью ловят рыбу. А есть способ ловить рыбу крючком, когда удочку, червячка, и крючочек, рыба заглатывает крючок, ее ловят. Он говорит, что бывает, что человека грех, да, грех, вожделение и так далее, ловят полностью, как сетью. Он, значит, этот человек, он там ест запрещенно, спит с тем хочет, говорит на всех лошонора, то есть, он, ну, негде пробы ставить. И такой человек, если он делает какую-то хорошую вещь, какую-то там, пошел на один урок Торы, одел тфилин, он в этот момент становится цадиком, праведником, то есть, любая заповедь, которую он делает, она его просто, поднимает невероятно, она для него просто трамплин, да, ко Всевышнему. А бывает наоборот, человек целый день сидит, учит Тору, выполняет скрупулезно все заповеди, и он, он, значит, чувствует себя полным праведником. Теперь, значит, а когда он чувствует себя полным праведником, он даже остерегается говорить плохо про простых людей, потому что про простых людей, вообще он с ними не общается, он с простыми людьми не видится, он целый день сидит в Ешиеве и так далее. Вот тут такой пример приводится. Единственный недостаток такого праведника, легкость, с которой они нарушают запрет Лошанара. Но поскольку они люди заметные, то они все время учатся, они не могут злословить о простых людях. Такого они начинают критиковать. Они начинают критиковать знатоков Торы, таких же, как они. Они начинают друг друга критиковать. Это страшное дело, когда два раввина начинают друг с другом ругаться. Было такое в поколении, лет 300 назад, в Европе было два великих раввина. Вдруг они начали между собой прям ненавидеть друг друга ругаться. Они ненавидят друг друга. Они считали, что каждый считал, что он действует во имя небес. И каждый считал, что он во имя небес действует. Но что получилось? У них было расхождение небольшое, но они друг на друга сильно нападали. Люди, которые шли за ними, за каждым из них, они в это время, то есть они не понимали, насколько это было такое небольшое расхождение между ними. Они начинали нападать на раввина другого противоположного. И его оскорбляли, там и так далее. И друг на друга. В общем, начались конфликты, скандалы и так далее. Это было началом падения авторитета раввинов тогда 300 лет назад в Европе. И начали подниматься тогда вот это движение оскала, просвещение и так далее. То есть, когда перестали уважать раввинов, а уважать-то кого-то надо, начали уважать просвещенных в кавычках людей, которые там знали математику. Хорошо. Теперь я здесь вспоминаю одну историю, как был такой великий раввин, звали его Хазе из Люблина. Хазе из Люблина, он был видящий, его назвали видящий из Люблина. Он был слепой, но говорят, что слепые, у них обостряются другие чувства. То есть, поэтому мы, когда Шма-Истраэль говорим, мы закрываем глаза вот так. Шма-Истраэль, потому что, когда мы закрываем зрение, то у нас открывается внутреннее зрение. Мы сильнее внутри начинаем соприкасаться со своей же духовностью. Поэтому, когда говорят, Шма-Истраэль закрывает глаза, медитирует с закрытыми глазами, погружается в себя. А Хазе из Люблина вообще был слепой, он не видел, но он был видящий. То есть, его глаза, его разума, они были очень такие прям проникающие. И вот как-то к нему пришли группа людей с вопросом, вот скажи, ругаются между собой Рэбе такой-то и Рэбе такой-то. Ты за кого? За кого ты? Скажи нам, за кого мы должны выступать? За этого Рэбе или за этого Рэбе? Хазе из Люблина, он нам говорит, я вам сейчас расскажу историю. Как-то лев шел по лесу и поймал он волка. Схватил он волка, дыхнул на него и говорит, волк говорит, есть от меня перегар или нет? Запах есть? Волк понюхал, говорит, есть запах, конечно, ты же зубы не чистишь, левый же зубы не чистит. Он, значит, влевому говорит, а ты знаешь, что я царь зверей? Ты знаешь, что на царя зверей нужно к нему относиться с повышенным уважением? И ты, то, что ты мне сказал, лошон и раз, злое язычие, то есть, это, как бы, меня унижает это, то, что ты сказал. Хотя это правда, я знаю, что это правда, ты правдивый волк, но, говорит, льва надо уважать царя зверей, и мне твоя правда была ни к чему. И он его взял и убил этого волка. Идет дальше этот лев, хватает лисицу, вдыхнул на нее, говорит, лиса, что, как, есть запах? Лиса говорит, ты знаешь, волк, говорит, запах есть, но, говорит, не понимаю, или это земляникой пахнет, или это пахнет речными, весенними травами, какими-то, да. Волк, я говорит, что ты врешь мне? Я же знаю, что пахнет перегаром, и я вчера съел зайца, и не это самое, и зубы не чистил, а от зайца пахнет, да. Значит, зайц испорченный был вчера. Так, я, говорит, а ты врешь мне, прямо в глаза мне врешь, мне льву, царю зверей ты врешь. И он взял лисе, оторвал голову тоже, этот лев, царь зверей. Лев, это у него работа такая, он, он хищник, царь зверей. Теперь хватает он, после этого, после этого он схватил, наоборот, это он зайца схватил, зайца он схватил, который ему сказал про землянику, а потом он поймал лису, и когда он лисе, тоже на лису он вдохнул, и говорит, есть запах или нет. Лиса это, она говорит, уважаемый лев, говорит, царь зверей, я, говорит, с радостью бы ответила на ваш вопрос, потому что я вас безмерно уважаю. Но на этот вопрос я, к сожалению, не могу вам ответить, у меня уже две недели насморк, глубочайший насморк, осложнение после ковида, запахи не чувствую, не могу вам ничего сказать, про этот запах, сказала лиса, и лев от радости засмеялся, ее отпустил, говорит, мудрая ты лиса, так вот прямо ответила, красиво, уважительно, и не обманула, и все у тебя прекрасно. И вот так ответил Хазе излюблено, хасидом, он им говорит, вы знаете, я не хочу влазить в этот спор, есть один Рэбе, есть другой Рэбе, есть его последователи, я ей, говорит, не знаю, не знаю, не хочу вникать даже, один уважаемый человек, второй уважаемый человек, что-то они между собой не поделили, говорил Шлома Амеллах, мы учили в Мишли, не встревай в ссору, которая не твоя, вот не встревай, это же не твоя ссора. Еще мы учили, недельная глава предыдущая, про Кораха, и Корах, он, когда, когда Корах поднял восстание против Маши Рабейну и его брата, там был, прям в Торе упоминается, еще один персонаж, звали его Он Бен Пеллет, Он Бен Пеллет, и Он Бен Пеллет единственный остался жив из всех вот этих вот революционеров, все по Гиблии, всех Всевышний уничтожил за то, что они сделали восстание на пророка Его, на Маши Рабейну, не во имя небес. Так вот, значит, а как остался жив Он Бен Пеллет? Это есть метраж, который объясняет нам отрывок из Мишли, что умная жена свой дом строит, а глупо разрушает. И глупо это была жена Кораха, которая его подначивала, чтобы он начал восстание против Маши Рабейну, а умная жена, это была жена Он Бен Пеллета, которая его остановила и не дала ему утром идти на эту демонстрацию. И эта жена Он Бен Пеллета, она ему говорит, послушай, говорит, уважаемый муж, какая тебе разница, кто будет первосвященником? Ты-то не будешь ни первосвященником, никак, ты вообще не священник, ты не коин, ты не из этого рода. Они между собой рубятся за власть, ты куда лезешь? И она его уговорила, чтобы он, он не хотел, он сказал, я там с друзьями иду выступать. Она его просто напоила тогда вином и оставила утром спать дома, он проспал. И он единственный остался в живых. Поэтому, значит, давайте из этого сделаем вывод, что, значит, что, вот, да, паны ссорятся, у хохлов, у холопов чубы отречают пословица, что, особенно, если человек имеет статус мудреца Торы, лучше не лезть туда. То есть, он связан со Всевышним. Если ты сам лично не видел, если ты сам лично не знаешь, если тебе сказали, мазали, передали, написали, газета, не газета и так далее, все, не верить, не слушать, не говорить, мудрецы Торы, они, они сами разберутся. Всевышний, он знает, как с ними быть. Теперь, значит, у нас заповедь из Торы, мы завтра ее пройдем, тогда я очень хотел сегодня кусочек рассказ про Рава Зильбера, рассказать, какие вот настоящие Талмидей Хохамима, мудрецы Торы, откуда они берутся. Значит, это отрывок из книги «Чтобы ты остался евреем». Напоминаю, что, если вы зайдете на сайт Ваикра, то каждый мой урок есть текстовое его выражение, как статья по уроку, там есть ссылочки, есть в электронном виде эта книга, очень советую ее прочитать, «Чтобы ты остался евреем». Это биография Равыцкая Зильбера, которая с 17-го года рождения, 917-го. И вот он рассказывает, что с 14 лет я начал работать. Они жили в Казани, и с 14 лет он пошел на работу, это был 31-й год. По закону, подросткам полагался сокращенно с 6, а не 8-часовой рабочий день. Я нашел место, где меня согласились принять на работу, но в субботу, чтобы я не работал. За это я обязался работать не с 8 до 2, 6-часовой рабочий день, а с 8 утра до 8 вечера, 12 часов. То есть, он работал 12 часов, но в субботу его отпускали. Получалось, что он работал 60 часов в неделю вместо 36. Кем он работал? Он работал слесарем. И он всю жизнь потом гордился, что, так как дело я осваивал старательно и стал рабочим, что надо, то он получил звание слесарь 6-го разряда. И он всю жизнь говорил, я слесарь 6-го разряда, великий раввин, он этим гордился, что он освоил работу, все, что он делал, он делал очень качественно. И вот, в то время, он говорит, был один случай, который очень мне запомнился. Три дня я не выходил на работу, то есть, был Рошашана, два дня это Рошашана, праздник, это было четверг, пятница, а потом суббота. В воскресенье, я должен был идти на работу, но тут мама мне говорит, не пущу тебя на работу, не иди. Обыкновенно она меня поторапливала, а тут говорит, не пущу. Я ей говорю, почему мама? Ему 14 лет. А она ему говорит, сердце чувствует, не надо сегодня ходить. Я разволновался, я же три дня пропустил, меня могут уволить. Но мама настояла на своем, и я остался дома. Видите, как он маму слушался, 14 лет, велите раввин в будущем, но тут он работал слесарем, мама сказала не идти на работу, он не пошел. И избежал большой беды, а может и дебели. В тот день, в воскресенье, в мастерской случился пожар. Сгорело все, здание, оборудование, принесенные в ремонт вещи. А я начальника боялся пущей огня, боялся потерять работу. Пошли он меня в горящий дом, я бы не посмел отказать. Это вот такие были люди, так они жили, так они относились к родителям, так они учили Тору, и готовы были ради субботы работать по 12 часов в день, вместо положенных 6, только чтобы в субботу, только чтобы в субботу соблюдать субботу. И вот такое вот, это называется самопожертвование, мистерут нефер, служение Всевышнему. Равыцкаг Зильбер умер, ему было 87 лет, в 2004 году он умер в Израиле, в Иерусалиме, похоронен здесь, на Араменуход. На его похороны пришло, около 30 тысяч человек пришло, на его похороны. И до сих пор, практически в каждом еврейском доме, читают его книгу, эту биографию, вспоминают. И он с того, с неба, он радуется и дает силы каждому из нас служить Всевышнему именно от всего сердца. И верить и знать, что вот счастье есть, удача есть, успех есть, что Всевышний вытащил его. Он прошел с 17-го года, он уехал из Израиля, уехал в Израиль из СССР в 71-м году. Он прошел ладеря, тюрьмы там, вот эти все условия. И Всевышний его провел везде. Так что говорить, завтра будет страшно, будет плохо, или мне сейчас плохо, это только маловеры могут так говорить и пессимисты, и стептите. Потому что человек, который оптимист, верующий, он, кстати, сделайте вот простое упражнение, я с утра сделал, попробуйте вот минимум 50 вещей, просто закрыть глаза и сказать, я благодарен Всевышнего за то, что у меня есть руки, я благодарен Всевышнего за то, что у меня есть там одежда, завтрак, за то, что есть крыша над головой, за то, что есть еда. Минимум 50, а лучше 100 сказать, я благодарен Всевышнему, прям так сформулировать, за, и прямо поблагодарить. Откройте потом глаза, и посмотрите, насколько вам хорошо будет, и насколько уверенность в завтрашнем дне, в такое внутреннее спокойствие, насколько оно вырастет. Прям очень сильно. Все, всем хорошего дня, благословения, удачи, успехов. Зайдите на сайт твоих игроков, посмотрите ссылочки на, все, что я рассказываю, там есть ссылки. Все, до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok